МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире национального телевидения Чуваши специальный выпуск Республика на часах 20.00. Все избирательные участки на территории Чуваши закрылись для голосования. На связи с нами Ольга Пырочкина. Она расскажет, что происходит за закрытыми дверями. Да, Лена, добрый вечер. Действительно, все избирательные участки на территории Чувашской Республики, как и на большей части территории нашей страны, уже закрыты. Вот вы видите, что в зале не осталось ни одного избирателя, а то только члены избирательной комиссии и наблюдателя. Напомню, сегодня в единый день голосования состоялось в 83 регионах страны. На выборах всех уровней россияне голосовали за кандидатов на 92 тысячи должностей и депутатских мандатов. Жители нашей республики выбирали главу региона и депутатов органов местного самоуправления. Чуваши – это один из самых густонаселенных регионов, и у нас работало 1184 избирательных участков. В то время, как представьте, на территории целой Камчатки всего 295 избирательных участков, но еще 101 избирательный участок работал в море. Сейчас мы находимся на избирательном участке в Чебоксарской гимназии номер 2. После того, как за последним избирателем закрывается дверь, наступает, пожалуй, самый ответственный и кропотливый период работы – это подсчет и обработка бюллетеней. Но до этого члены избирательной комиссии должны обязательно посчитать и, как это называется, погасить неиспользованные бюллетени. Для этого, по правилам, у них отрезают левый нижний угол. И пока члены избирательной комиссии готовятся к обработке бюллетеней – пара интересных фактов. В Греции даже отсутствие гражданина в стране не является уважительной причиной неявки на выборы. Те, кто собирается уехать, должны проголосовать заранее, иначе может грозить тюремный срок сроком от одного месяца до года. В штате Нью-Мексико есть закон, что если два кандидата на какой-то пост набрали одинаковое число голосов, результат определяется какой-нибудь игрой, к примеру, покером. В Швейцарии женщины не имели избирательного права до 1971 года, а в некоторых выборах местного значения вплоть до 1991 года. Но сейчас у нас есть возможность поговорить о том, как прошел этот день с председателем участковой избирательной комиссии Селезневой Ниной Петровной. Нина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, насколько активно голосовали жители сегодня на вашем избирательном участке? Ну вот видите, что уже голосование почти завершилось. Не почти, а уже мы закрываем двери. И сейчас остались только члены комиссии с решающим голосом и члены комиссии, которые с совещательным голосом. Голосование на участке шло активно. На нашем участке проголосовало 49 процентов. Невысокий процент, но довольно-таки хороший, ожидаемый процент. Ну, люди шли голосовать активно, еще раз скажу. Голосовавшие впервые, кому исполнилось 18 лет, естественно, мы поздравляли и дарили символические, но подарочки. Сейчас у нас предстоит громаднейшая, самая почти, наверное, важная работа и ответственная работа. Сейчас мы будем считать бюллетени. Сколько, может быть, человек голосовал у вас на дому? Приходилось ли выезжать? Да, конечно. Мы выезжали два раза. 43 человека проголосовало у нас на дому. Ну и вот, ну и все, мы закончили это голосование. Ну, как уже сказала Нина Петровна, сейчас, наверное, до глубокой ночи будет продолжаться обработка бюллетеней. Уже к утру будут известны предварительные результаты. Лена. Спасибо, Ольга. Итак, голосование по выборам главы Чуваши, руководителей муниципалитетов и депутатов органов местного самоуправления завершилось. Хроника выборного дня в нашем выпуске. Как всегда, самая активная часть электората караулила открытие избирательных участков. В 8 часов утра все 1184 помещения для голосования распахнули свои двери. В выборах приняли участие и три кандидата на главный пост. Настроение хорошее, бодрое, погода прекрасная на сегодняшний день. Сегодня праздник практически, единый день голосования, день выборов. Это всегда было настоящим праздником для всех граждан Российской Федерации, для всех избирателей. Кандидат от КПРФ Валентин Шурчанов проголосовал в Чебоксарской средней школе номер два по традиции, сказал про пресловутый административный ресурс. Ваш прогноз, надо у власти спрашивать. Олег Николаев, кандидат в главу от «Справедливой России», голосовал в средней школе деревни Харкасы. На избирательный участок пришел со всей семьей. Я сам так был воспитан во время Советского Союза, еще и рос. Поэтому в то время каждые выборы, хотя они были, может быть, и формальными, тем не менее, это был всегда большой праздник. И то, что меня самого приучили всегда с родителями ходить туда, тем более тогда для нас это был такой знаменательный день. И, естественно, мы это практически всегда практикуем, ходить на выборы с семьей. Сегодня глав регионов выбирали в 24 субъектах России, в 21 – посредством прямых выборов и в 3 – голосованием в парламенте за предложенные президентом страны кандидатуры. В Чувашии госсовет еще в 2013 году решила, что выборы должны быть всенародными. Это было правильное решение, что народ сам должен выбирать. Это правильно, оценивая тот путь, который мы прошли. И то, что мы сделали, и кандидатам дают право выйти и смотреть в глаза избирателя. Каждому дано право, взрослому гражданину избирательное право, и им нужно воспользоваться, так как от твоего голоса зависит дальнейшее формирование и законодательных органов власти, ну и в данном случае выборы главы Чувашской республики, тем более прямых выборов главы Чувашской республики не было более 10 лет. Некоторые, может, даже не помнят, этого не участвовали. Выборы в Чебоксарах отличаются от выборов в других муниципалитетах. В столице Чувашии используется смешанная система формирования Чебоксарского городского собрания. Из 43 депутатов 21 избирается по одномандатным округам, 22 по партийным спискам. Своих представителей в столичный парламент выдвинули 8 политических партий. Большинство тех, кто пришли в этот день на избирательные участки, заранее определились с выбором. По словам экспертов, избиратели год от года становятся более зрелыми и голосуют скорее не сердцем, а умом. Программы, которые обозначены, предвыборные, там порядка 30 программ на будущее, они реальны. Под них, в принципе, есть понятное финансирование. Поэтому надо просто состояться, надо просто собрать команду, которая позволит работать именно так, чтобы люди по истечении пяти лет, которые обозначены накануне Большого ювилея в столице, все это исполнить. Ровно в полдень на свой избирательный участок прибыл глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Я проголосовал за стабильность, за последовательность решения тех проблем, которые у нас в республике решаются, за партию реальных дел и за тех кандидатов, которые реально общаются с народом. По данным на 18 часов, в республике проголосовали более половины избирателей. Каждый человек, конечно, должен сегодня проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Пять лет мы должны работать еще с новой властью. Те депутаты, которые придут работать в городское собрание, будут решать очень многие вопросы жизни нашего города. Всего 13 сентября на территории республики планируется избрать 3746 депутатов в 317 муниципальных образованиях. Предварительные результаты станут известны уже утром 14 сентября. Подсчет голосов в муниципалитетах начинается. Всего, напомню, в республике работали 1184 избирательных участка. Как голосовали в Цивильском районе, увидели мои коллеги. На большинстве избирательных участках в муниципалитетах заявлено по 3, а то и 4 кандидата. Поселке Опытный на место в районном собрании депутатов претендовал только один человек. Жителям здесь предстояло поставить галочку в графу «за» либо в графу «против». В итоге в Цивильском районе определятся имена 24 депутатов. Большинство жителей поселка отметили, что голосовали за сохранение стабильности в республике. Мы, граждане нашего маленького поселка, верим на то, что у нас будет жизнь лучше и лучше. И я считаю, что мой кандидат все-таки сделает нашу жизнь лучше и исполнит все то, что он говорил. У нас выборы местного самоправления. 10 депутатов избираются в опыту сельского поселения. Из числа жителей самих. Вот и избираем достойных людей. Цивиляне голосовали активно. Те, кто на избирательные участки самостоятельно прийти не мог, заказывали на дом переносные урны. Если у кого-то есть бабушка, мама, папа, которые не в состоянии прийти на избирательный участок, они звонят нам или оставляют нам письменное заявление. И члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями выезжают к ним по адресу. И члены комиссии привозят их сюда. В Цивильском районе сегодня работало 55 избирательных участков. Председателем одного из них стала 25-летняя Алена Зайцева. Работать на выборах девушке еще не приходилось. Впервые председателем работать непросто. Благодаря моим членам. Очень опытные члены, которые мне во всем помогают. Даже в моральном плане. Все-таки какая-то поддержка от них идет неплохая. Впервые на выборах в Цивильске бюллетени обрабатывали автоматические комплексы. Каибы установили на всех участках города. Избиратели оценили новшество по достоинству. Информация о количестве бюллетеней, брошенных в урну, после обработки высвечивается на экране. Подсчитывать их после выборов уже не придется. Работа членов избирательных комиссий упрощается в разы. Итоги выборов на участках, оснащенных Каибами, подведут раньше, чем на других. Право выбирать есть у каждого человека. Но некоторым людям необходимы особые условия, чтобы они своим правом могли воспользоваться беспрепятственно. Как оборудована доступная среда на избирательных участках республики, выясняла Анастасия Алексеева. Юрий Ефимович на избирательный участок по традиции приходит со своей женой. И это не только его желание, но и необходимость. Поставить галочку в бюллетень для него непростая задача. Юрий Ефимович не видит с детства. Всегда я пользуюсь помощью, посторонней помощью. Но если у супруги времени нет, тогда сопровождает меня старший сын. Но я выборы никогда не пропускал за свою сознательную жизнь. Если избиратель не в силах прочитать бюллетень, он в соответствии с законодательством может воспользоваться не только помощью родственника, но и любого другого избирателя. Важно, чтобы он не был членом комиссии или наблюдателем. О том, что кто-то воспользовался помощником, в реестре член делает особую отметку. Незрячему в специально отведенном месте рассказывают содержание бюллетеня. И он указывает на того кандидата, за которого хочет проголосовать. Для людей, у которых нарушен опорный двигатель аппарат, который передвигается на колясках, во всех участках комиссии существуют пандусы. Также члены комиссии осуществляют поддержку, помощь тем избирателям, которые не могут двигаться либо с нарушением опорного двигательного аппарата. Для людей, которые плохо видят, на участках организованы специальные места для голосования. То есть, дополнительное освещение установлено, находятся увеличительные стекла, чтобы можно было изучить содержание бюллетеня. Своё конституционное право способно осуществить и избиратели, которые не могут выйти из квартиры. Для этого нужно позвонить на свой участок до 14.00. Тогда члены УИК приедут и проведут процедуру выборов на дому. В соответствии с законом о выборах, доступ к урнам для голосования должен быть обеспечен каждому избирателю, в том числе и тем, кто волею судьбы оказался сегодня на больничной койке. Для них в лечебных учреждениях были организованы избирательные участки. Один из них работал в республиканской клинической больнице Чебоксар. Неважное самочувствие – не повод отказаться от выборов, говорят пациенты больницы. С 8 утра в выездной пункт идут и идут люди. Проголосовали более 400 человек. Особенности, конечно, имеются. Все-таки это больной контингент. Больные есть и весьма тяжелые, которым трудно передвигаться. Наша больница многопрофильная, многоплановая. Лежат больные со многими видами болезней, заболеваний. Но постаралась наша комиссия и весь коллектив, чтобы больные без задержек, без каких-то трудностей смогли выразить свое воздействие. В любом виде. И кого нужно, и привезут на лифте, кто может сам передвигаться. Всех вовремя, по графику доставили в участок и все смогли спокойно проголосовать. Порядок лечения, режим питания, тихий час – все эти особенности учитываются при проведении голосования в больнице. Никто не остался без внимания. Если пациент не идет к урне, то урну несут к нему. Тяжелобольным людям предоставлена возможность проголосовать прямо в палате. Завпереносные ящики члены избирательной комиссии идут по отделениям. Ну, конечно, удобно. Во-первых, приезжие в основном уже, наверное, здесь, как я сам, приезжий. Пришел, проголосовал, удобно. Своим правом воспользовался, скажем так. Выборы, ну, не скажу, что праздник, а обязанность вроде как любого и каждого. Проголосовали сегодня и в следственных изоляторах. В Чебоксарском СИЗО номер один исполнили свой гражданский долг 92 избирателя. Процедура голосования в необычном месте прошла без происшествий. Сегодня в первом СИЗО 165 подследственных. Накануне все желающие написали письменное заявление на голосование. Принять участие в выборах смогли только те, чьи приговоры еще не вступили в силу. Лица, которые привлекаются по уголовным делам, они принимают участие. Те же лица, которые привлекаются по нескольким уголовным делам, но по одному уголовному делу они осуждены. Они уже лишены права голоса, так как являются уже осуждены по одному уголовному делу. Процедура голосования практически ничем не отличается. Наблюдатели и избирательная комиссия вот только по помещению подследственные передвигаются в сопровождении. Но в кабинках находятся по одному. За процессом наблюдали представителю полномочного по правам человека Российской Федерации Елены Матасова и его полномочный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин. На сегодняшний день в списках избирателей в данном СИЗО содержится 92 человека. Все они проголосуют. Я могу сказать, что для того, чтобы выявить позицию того или иного избирателя, пусть даже он находится в следственном изоляторе, то есть у каждого человека, у каждого заключенного под стражей в настоящем учреждении получено соответствующее заявление, что он согласен проголосовать, что он хочет проголосовать. Все заявления эти получены. Представители Российского фонда свободных выборов отмечают высокую активность избирателей в Чувашии. Положительную правовую оценку получила и работа многих избирательных комиссий. Сегодня на пресс-конференцию, которую провели члены общественной палаты, говорили о том, как проходила подготовка к выборам, как работали комиссии 13 сентября. С начала досрочного голосования 2 сентября была запущена горячая линия связи с избирателями, куда мог позвонить любой желающий. Наиболее часто задаваемые вопросы, почему меня нет в списке избирателей, можно ли голосовать с временной пропиской и предусмотрен ли в бюллетенях вариант против всех. На связь в режиме онлайн вышел исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Игорь Богданов. По его словам, из Чувашии уже поступило более 150 звонков, что составило 12,5% от общего количества обратившихся. Но на этом работа горячей линии не прекращается. Хотелось бы отметить, что сегодня линия горячая работает всю ночь. То есть и по подсчету голосов мы будем работать до утра. Дежурство членами общественной палаты будет осуществляться, работа горячей линии. И кроме того, по итогам выборов, какие-то еще заявления о нарушениях, возможно, поздние, кто-то не сразу захотел сказать, горячая линия будет работать до 18 сентября. Отметили и правовую культуру участников выборов. Начиная еще с процесса движения, агитации, сейчас, на сегодня день голосования, В целом, можно отметить, что кампания проходит вполне себе чисто однозначно в рамках правового поля. Собственно говоря, нет стандартной классической борьбы, юридической борьбы штабов между кандидатами. Я сейчас говорю о уровне воров главы Чувашской республики. Казалось бы, вполне себе конкурентное поле. Тем не менее, юридического противодействия, противоборства между кандидатами нет. Что, наверное, отмечает высокую правовую культуру сторон. Особенностью нынешних выборов стало и участие в них в качестве наблюдателей молодежи. Название движения «Я гражданин» говорит само за себя. 250 неравнодушных к выборам юноши и девушек работают сейчас в избирательных комиссиях, чтобы предотвратить возможное нарушение закона. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Я тоже решила принять участие. В этом проекте своими глазами увидеть то, как проходят выборы, проследить за ходом голосования. На нашем участке выборы проходят спокойно. Никаких нарушений выявлено не было. Для одного из организаторов корпуса общественных наблюдателей сегодня экзамен. Роман Васильев курировал проект, следил, как проходит обучение ребят. День выборов покажет не только результаты голосования, но и эффективность работы активистов. Для меня корпус наблюдателей – это прежде всего честность. Сегодня мы сможем доказать людям, что выборы прошли честно, не было никаких крупных нарушений. Ну и, конечно же, наша молодежь, которая сидит там на участках и смотрит за тем, чтобы выборы прошли честно, поймет для себя, что нужно выполнять свой гражданский долг. Наблюдатели от политических партий, выдвинувших кандидатов на пост главы Чувашии в органы местного самоуправления, прокомментировали ход голосования. На нашем участке выборы проходят спокойно. Никаких нарушений выявлено не было сейчас на данный момент. Активно голосуют. После восьми часов мы останемся за тем, чтобы проследить, как будет участковая избирательная комиссия, проводить по счету бюллетеней. Сегодня я был наблюдателем на выборах, представлял партию КПРФ. Ну, в целом, выборы прошли гладко, нарушений не было зафиксировано. Также сегодня я был участником выездного голосования. Ну, все прошло отлично. Я представитель партии «Справедливая Россия», наблюдатель в первый раз. За все время, что я нахожусь здесь, нарушений никаких не выявлено. На данный момент зафиксировано более 200 избирателей. Также тут находятся другие партии, например, «Яблоко», «Единая Россия», «КПРФ». Все проходит в спокойной обстановке, все сглажено, взаимопонимание. Ну, это мои первые выборы. Мои первые выборы как избирателя, мои первые выборы как наблюдателя. Меня все устраивает. Как наблюдатель меня тоже все устраивает, потому что на нашем участке проходит все без нарушений. Выборы проходят спокойно. Единственное, что не нравится, что примечают избиратели, то, что неудобно голосовать тем людям, которые проживают в других субъектах, в федерации или в районах. Потому что, как вы знаете, со временной пропиской голосовать, к сожалению, нельзя. Но люди отмечают, что очень удобно, то, что можно взять временное удостоверение личности у ФМС России и спокойно отдать свой гражданский долг. И в завершении выпуска последняя информация из Центра избирательной кампании. Я думаю, что в конце дня голосования уже можно делать определенные выводы и говорить о тех тенденциях, которые проявились в ходе этой избирательной кампании. Ну, во-первых, на мой взгляд, активность избирателей была все-таки хорошая. Конечно, не такая, как на федеральных выборах. Все мы помним выборы президента России в 2012 году. Но для выборов регионального уровня, а тем более для выборов в органы местного самоуправления, активность за 50%, ближе к 60% в условиях современной России, она, на мой взгляд, очень хорошая. Кроме этого, нынешняя избирательная кампания, на мой взгляд, характеризуется такими моментами, что до последней недели она была очень спокойная, последняя неделя оказалась очень бурной. И в основном все вот эти вот проявления в первую очередь связаны с выборами в Чапоксарское городское собрание депутатов. В день голосования к нам поступило около 10 жалоб. Я думаю, что по всем жалобам мы дадим ответы. Работают и правоохранительные органы. К сожалению, нервы у некоторых кандидатов сдали, и в день голосования имели место факты, которые, на мой взгляд, просто не должны были быть. В любом случае, выборы выборами, а жизнь-то продолжается дальше. И поэтому надо уметь достойно и выигрывать, и проигрывать. Я еще раз подчеркиваю, что по всем фактам мы будем разбираться и примем соответствующие процессуальные решения. Это все, что мы можем рассказать вам сейчас в 22.30. Мы вновь выйдем в прямой эфир, чтобы поделиться с вами новостями. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин